Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас заключающая лекция нашего цикла, заключающая передача юношеской гостиной, юношеская мода, досуг. Тема, посвященная, собственно, уже 20 веку. И, как всегда, в нашей передаче принимает участие и помогает нам Елизавета Меркулова. Здравствуйте! Вот мы остановились на том, что предреволюционное время совершенно особым образом сочетало себя начало нового, которое уже слышалось в воздухе не только Петрограда, но и Москвы, но как-то особенно Петрограда и реставрацию старого. Как мы и обещали, мы сегодня принесли в студию не только фотографии, 20 века, но и то, что связано с этой реставрацией, реставрацией жизни 18 века. Москва, Петербург, Россия, она живет накануне перелома. И вот эта жизнь напоминает, как мы говорили уже в предыдущей нашей беседе, напоминает порой очень часто театральный карнавал. И образ театра становится, можно сказать, таким образом постоянным. Театр, балаган, какое-то действие и стремление сохранить в этом театре 18 века, даже не 19. И отсюда у вас на экране вот эти иллюстрации, говорящие о жизни 18 века, которая порой вмешивалась в театральную жизнь. Это лица известные, это актриса Семенова, это билеты, которые часто, между прочим, такая же форма театральных билетов, пригласительных билетов, она в бродячей собаке практиковалась, в совершенно таком артистическом, модерновом кабаре. И вот, а теперь посмотрите внимательно, эти моды, которые были, естественно, не в 20 веке, но именно такие картины, типа купания маркизы, рисовались накануне революции, что, конечно, совершенно диссонансом входит в ту жизнь, которая, во-первых, есть, и та жизнь, которая вот-вот начинается, будет. А между прочим, вот эта мода, это 18 век, но женщина посередине напоминает и стрижка, и волосы напоминают моды 20 века. И вот, собственно, юноши и девушки начала века, дети начала века стоят накануне совершенно особых изменений, которые унесут полностью не только 18 век, не только попытку этой реставрации, но и постепенно будут эти изменения стараться стереть от лица земли, память и о той культуре, которая была еще в 20 веке. И после революции же меняется все, не только культура в общем, в глобальном плане, но даже и имена, как мы в прошлой лекции говорили, полиграф, полиграфович, да, вот новые образцы жизни. Меняется сам институт семьи, опять же, как мы говорили, но и, естественно, меняется литература, меняется все творчество. Татьяна Игоревна, я хотела бы вам сейчас привести стихотворение, а вы мне скажите, когда и кем оно было написано? Геи, ребята, все в поля, для охоты на коня, взвейся, песня, лейся, голос, рвите, ценный конский волос. Вот когда это было написано? Вот вы говорили, реставрация вначале. А, геи, ребята, все в поля, для охоты на коня, лейся, песня, взвейся, голос, рвите, ценный конский волос. Ну, я такого стихотворения не знаю. Я думаю, что ты выдумала все это. Нет, мы как раз должны знать, потому что оно было весьма... Это в вашей среде, что это практикуется? Нет, это не в нашей среде. Рвать волосы у коней? Нет, у нас это не практикуется. Вы должны это очень хорошо бы делать. Ты меня простит, но я, Лиза, не рвала ни волосы у коней, не собирала конские волоса. Поэтому я такого стихотворения не знаю. Ну, хорошо, это, я скажу так, это почти классика. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Я думаю, что это какой-то юношеский розыгрыш, который ты под конец пропонесла нам в юношескую гостиную. Нет, это не юношеский. Потому что я думаю, что ты это подумала. Это не юношеский розыгрыш. И я даже принесла сегодня книгу, откуда я это цитирую. Ильф Петров. Классик. И как раз Ильф Петров, они очень хорошо характеризуют атмосферу того времени. Да, у них есть эти... Ну, это нет ни в 12 стульях, ни в золотом теленке. Это я прекрасно помню. Хорошо, разговор за чайным столом. Это их рассказ. И мне кажется, очень хорошо бы нам сейчас было прочитать про Лям. Как? Ведь как раз иллюстрация, как строились отношения между старшим поколением и юношами. Ну, если это что-то приличное... Это приличное. Ну, я только знаю, что, конечно, ну и все знают, что это удивительные, остроумные писатели. Но вот этого фильетона или что-то такое, я не знаю. Ну, вот как раз сейчас мы и прочтём. Потому что, опять же, если не просто так мы читаем, разыгрываем, это атмосфера того времени, это и есть досуг новый. Ну, разговор происходит между отцом семейства и юным пионером. Ну, соответственно, юным пионером буду я, а отцом семейства будет. Ну, я так понимаю, что они собираются за чайным столом каждое утро. Да, и обсуждают отметки, оценки, что проходит в школе. Ну, так, ну да, вот я вижу, папа спрашивает, что же у вас нового в классе? Не в классе, а в группе. Сколько раз я тебе говорила, папа, что класс — это реакционно-феодальное понятие? Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили? Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать. Ладно, что же прорабатывали? Мы прорабатывали вопросы влияния с альянсами на разорождение и реформизм. Вот как, с альянсом, а задачи решали? Решали. Вот это молодцы. Какие же задачи? Не будет трудно? Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач поставленных второй сессии Комакадемии совместно с Пленовым Общества Аграрников-Марксистов. Ну, а по русскому языку что сейчас учат? То есть прорабатывают? Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звончик голос за конский волос». Это вот про лошадку. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил. Про конский волос. Неужели не слышал? Геи, ребята, все в поля. До охоты на коня. Лейся, песни, слейся, голос. Привите, ценный конский волос. Первый раз слышу такую поэму. Кто это написал? Аркадий Поровой. Вероятно, мальчик из вашей группы. Какой там мальчик? Стыдный тебе, папа. А еще старый большевик. Не знаешь Порового? Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали. Влияние творчества Порового на западную литературу. Тебе не кажется, что в творчестве этого товарища Порового мало поэтического чувства. Почему мало? Достаточно ярко выпечены. Вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрасной промышленности. Ненужного? Абсолютно ненужного. А конские уши вы не предполагаете собирать? Ну и дальше в разговор вмешивается мама и старается перевести все в мирное русло. Вот, пожалуйста, столкновение как раз старого большевика. То есть видно, как раз это начало 20 века, может быть даже... 20-е годы, судя по всему. Это еще не посадили старых большевиков. И юная Коросль. Вот уже как сталкиваются нравы и как проходит досуг. Интересно, чем все это кончается? Можно зачитать и дальше, потому что очень остроумно характеризует отношение к прошлому. Здесь автор очень тонко и верно. Например, отношение, в общем-то, конкретно к истории. Как проходили и как учили. Это уже, судя по всему, когда мальчик привели в чувства и он что-то пытается, да, и папа его спрашивает, кто же написал «Мертвые души». В конец разложившийся и реакционно настроенный «Мелкий мистик». Два с минусом. А скажи, пожалуйста, что же, где находится... Расскажи, Сытников Николай, про Нью-Йорк. Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, выявляются капиталистические противоречия. Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Мезюрка? Не знаю. Сколько там населения? Не знаю. Кто была Екатерина II? Продукт. Как продукт? Я сейчас вспомню. Мы прорабатываем. Ага. Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капитала. Скажи, кем она была, должность какую занимала. Этого мы не прорабатывали. Ах, так. А каковы признаки делимости на три? Ну и на этом торжественном месте мама опять же вмешивается в их разговор и опять же старается всех помирить. Вот каково было отношение. Не то, что уж там какая там реставрация. Забывали уже, кто был император, император. Ну это понятно, да. Ну вообще действительно, спасибо, что ты принесла сегодня этот рассказ. Потому что здесь, я согласна, очень ярко передается атмосфера того времени и вот эта попытка перестроить все, что только можно. И существует пионерия, существует октябрята и есть и комсомол. И вот насколько я понимаю, что многие, наверное, из наших зрителей, и он уже скакая стена, не застали этого времени, когда сначала принимали в октябрята, и в октябрята одевали звездочку. А в центре звездочки, знаешь, что было изображено? Маленький, кудрявый мальчик. Не знаешь, кто это был? Это был Володя Ульянов, Ленин. Ну и потом вступали в пионеры и одевали красные галстуки. Принимали очень торжественно в пионеры. А потом уже принимали в комсомол, но не всех, особенно в 20-е годы уже, это особо там отличившееся, принимали в комсомол. И это было, ну, в общем, как раз дальше досуг уже определялся этими очень четкими уставами, давали клятвы, когда вступали в октябрят, и в пионеры, в комсомол, наизусть. Датьяна Игоревна, вот насчет клятв мне хочется рассказать случай, когда, безусловно, комсомол, это было железное, в общем-то, предписание для всех людей, да? Ну, он не, ну, в общем, да, уже все позже и позже, но, во всяком случае, очень мало кто был не комсомольцем, очень мало таких было в наше время, во всяком случае, очень мало. Вот как раз я нашла случай, когда одной семьи брат девушки воевал в белой армии, был белым офицером, а потом он амигрировал в Сербию. То есть это 20-е, да, годы. Ну, и он находится вне России и не застает всего этого. Отец расстрелян, остается девушка и мать, и ей тоже приходит черед вступить в комсомол. И рассказывает, что у девушки были потрясающие, густые косы, и она, белоснежные волосы были, и она вступила, потому что искренне, абсолютно искренне поверила во все то, что говорили. Ведь, насколько я понимаю, и фильмы смотрела, и читала, люди верили, искренне верили, то, что они идут на правое дело, создают одну общую семью, общую партию, то, что у них один отец, которому они все служат. Но проходит время, и вот эта девушка, тоже поверившая во все это, приходит и рассказывает, я вышла из комсомола. Почему? Нас всех, подлежащих посвящению, привели к лесу, вспоминает она, где на поляне у опушки разложили костер. Пока мы давали всякие клятвенные обещания, поднимая руку, дело шло, но когда мне велено было три раза перепрыгнуть через огонь и в это время произносить самое страшное отречение от Бога, я отказалась, и ни за что не согласилась, заявила, что выхожу из комсомола. Вот, этой девушке тогда было 16 лет. То есть, наряду с таким вот абсолютно повиновением, и верой, юношеской верой находились трезвомыслящие люди, которые отказывались вступать. И таким образом уже здесь у нас досуг-то досуг, но принимало все очень такие серьезные последствия. Естественно, тем, кто не входил в комсомол, было очень и очень трудно. И потом. Ну, здесь я вспоминаю в связи с этим, конечно, есть много свидетельств, рассказов и с одной, и с другой стороны, потому что ведь и комсомольцы, и пионеры, это правильно, потому что они в это верили. И они собирали, ну, не конский волос, но они собирали металлолом. Были произведения Аркадия Гайдара, которые все читали Тимур и его команда. Это Тимуровцы, так и потом стало Тимуровцы, которые помогали старикам, было такое даже слово шефствовать, шефы они были, шефствовать. Вот все это было. Но кроме того, я вот, ты рассказываешь про комсомол, а я вспомнила в связи с этим, было произведение Багрицкого, оно называлось «Смерть пионерки». И в этом произведении стихотворение, ну, или, можно сказать, приближается по форме к Баэме, корок и Баэме, рассказывается о смерти девочки Вали, которая умирает, по-моему, от скарлатины, и мама приносит ей крестик перед смертью и просит, чтобы девочка перед смертью надела свой крестильный крест. и девочка из последних сил дальше описывается в стихах все очень патетически, говорит нет. И вот она чувствует, что за ней стоит пионерия, идут со всех концов Москвы пионеры, салютуют ей и поддерживают ее в этом твердом решении не одеть крестильный крестик. перед смертью, конечно, потому что мать понимает, что девочка умирает, девочка умирает, не одев крестильный крестик. Вот это очень серьезно, потому что вот то, что ты привела пример отречения от Бога, это именно все так и было. И вот здесь мне тоже в связи с этим вспоминается есть такой журнал, в котором русский паломник печатаются воспоминания людей, уехавших с границы, но которые жили в 20-е еще в России. И в частности это воспоминания княгини Уросовой. Я вам сейчас покажу на экране как раз вот те дети, маленькие дети, которые вы видите, это дореволюционные фотографии, ее дети, которые были по сути ровесниками века и пережили очень многое. Это выросшая старшая дочь Ирина. Совершенно вы видите другое выражение лица уже. Дочь Татьяна, которая погибла во время Второй мировой войны, фотография 20-х годов. И вы посмотрите, насколько меняется даже сама по себе фотография, совсем иная, чем фотография, которую мы видели. И вот дети эти, первая внучка Уросовой, это сравните, пожалуйста, тоже какая разница между совсем недавним прошлым. Сестра Уросовой тоже фотография, сделанная достаточно незадолго до революции, она одета в костюме боярами, она была фрейлиной. И вот собственно сама княгиня Уросова, которая вспоминает о том, что ее сыну предложили писать сочинение «Суд над Богом». И этот мальчик, он отказался писать сочинение на заданную тему. Он не захотел участвовать в этом спектакле, его вызвали к директору, и мальчик сказал, что он не будет это писать. И директор был потрясен его смелостью, отпустил его, но это ему зачлось. И в 17 лет он оказался в своем первом заключении. И вот это с одной стороны требование отказа от всего святого, и с другой стороны показано, как в смерти пионерки эта девочка ни за что не оденет крестильный крест. Появилось новое святое. Для человека святое какое-то необходимо. Вместо этого старого, старого крестика появляется новое. Появляется новое, и за это новое ожесточенно идет борьба. И дети в это вовлекаются, дети становятся взрослыми участниками этих манипуляций, этих игр. И, между прочим, в связи со словом «игра» мне хочется привести тоже очень небольшой пример казалось бы всеми признанного пролетарского поэта Муйковского. И вот тем не менее он показывает, как постепенно игра, подделка, фальшь входит в жизнь советской интеллигенции. И что значит постепенно? Это Муйковский постепенно прозревает. Входит она с самого начала, на этом все замешано, но он постепенно это видит. И он показывает, например, такую совершенно удивительно остроумную сцену, как создаются теперь новые произведения, какие ставятся театральные постановки, на которые очень скоро придут юноши, девушки и будут их смотреть. Это в бане появляется режиссер, который слушает Победоносик, известный в своем кругу чиновник, и вот он рассказывает о том, как собственно какие требования чиновника вместе с другими, какие требования предъявляются к искусству. Сделайте нам красиво. Вот это первое, что становится востребованным в театре. Сделайте нам красиво и приятно. В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на Красном макиях. Я был на Красном макии. Удивительно интересно. Вместе с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и сифилиды. Понятно, что спутано от слова сифилис. Сельфиды хотели сказать режиссер. Да, 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 это вы так хорошо заметили. Сельфиды. Надо открыть широкую компанию. Да, да, летают разные эльфы и цвельфы. Удивительно интересно. Ну и дальше слушая его, режиссер понимает, что надо менять срочно постановку и он мгновенно перестраивается на то, чтобы сделать красиво, как в Большом театре. Ну, если вам так нравится, в смысле красиво, здесь горизонты необъятные, говорит режиссер. Мы можем дать прямо символическую картину из всех наличных актерских кадров. Свободный мужской персонал на сцену. Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Взбивайте невидимой киркой, видимой рукой, невидимый уголь лица. Лица мрачнее, темные силы вас злобно гнетут. Хорошо, пошло. Я думаю, многие не знают, темные силы вас злобно гнетут. Это из Варшавянки революционного гимна. Вы будете капитал. Встаньте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошло. Хорошо. Продолжайте. Свободный женский состав на сцену. Вы будете свобода. У вас обращения подходящие. Вы будете равенства. Значит, все равно кому играть. А вы братство. Другие чувства вы все равно не вызовете. Приготовились. Пошли. Поднимайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом. Что вы делаете? Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал. Потанцовывайте налево с видом второго интернационала. Чего руками размахались? Протягивайте щупальцы империализма. Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актера. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Отказывайтесь резкими движениями левой руки. Так, так, так. Воображаемые рабочие массы восстаньте символистически. Капитал. Красиво падайте. Капитал издыхайте эффектно. Дайте красочные содроги. Превосходно. Мужской свободный состав. Сбрасывайте воображаемые оковы. Вздымайтесь к символу солнца. Расмахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство. Симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал. Свобода, равенство и братство. Делайте улыбку, как будто радуйтесь. Свободный мужской состав. Притворитесь, что вы, кто был ничем. И вообразите, что вы, тот станет всем. Тоже, мир построен до основания затем. Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования. Хорошо. Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе социалистическое соревнование и символ коммунизма. Размахивайтесь свободной рукой с воображаемым молотом. В такт в свободной стране оркестр подбавьте в музыку индустриального грохота. Свободный женский состав на сцену. Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда. Символизируют цветы счастья, расцветшие при социализме. Отдохновенная пантомима на тему труд и капитал актеров напитал. Ну, вот, конечно, мне кажется, это гениальное произведение. Вот просто один фрагмент, он настолько показывает, он настолько передает совершенно новую создающуюся культуру по, можно сказать, социальному заказу. Вот перед нами произведение Мухина, известное произведение «Рабочий и колхозница». Несомненно, произведение, которое выразило стиль, дух эпохи. Посмотрите, пожалуйста, это сильные, атлетически сложенные пары, стремящиеся ввысь, и здесь два символа труда серп и молот. И вот многие юноши и девушки стремились именно к этому идеалу. И произведение само по себе как произведение искусства оно впечатляет, оно несомненно впечатляет. И надо сказать, что вот этот стиль эпохи становится все более и более к тому времени монументальным. И вот не случайно эта пара молодых людей символ действительно юношества страны. И эта монументальность хотим мы это или не хотим, она имеет очень большое значение для воздействия на психологию общества. Причем не психологию толпа, а психологию общества. И на этом строится стиль советского искусства. Между прочим, не случайно в это время ведь и формируется образ строителя социализма, образ строителя коммунизма, как человека оптимистического, никогда не унывающего. И если взглянуть на архитектуру, как теперь говорят, сталинской эпохи, она действительно потрясает своей монументальностью. Другое дело, что может быть это давящая сила камня, но тем не менее давящая сила масс, но это сила, собственно, и на это направлено создание вот такого образа. И очень мало кто на самом деле видел за этой мощью, которая создавалась трагедии времени. Хоть, конечно, были и особые места в это время, где эти трагедии были явные, но в самом городе, в Москве, действительно, в городе монументальном, принимавшем все большие и большие масштабы. Вот эти трагедии человеческой жизни, они, жизнь пожила, это тоже другой трагической жизнью, об этой жизни можно было догадаться достаточно с трудом. В связи со спектаклями, как раз с этой потаенной жизнью, мне хотелось привести рассказ о маленьком мальчике, который сопротивлялся и понимал, что не все, что он видит, есть правда. И, как ни странно, это был именно маленький мальчик. В одной школе разыгрывали спектакль «Суп над Христом», а мальчик был верующий, все об этом знали, но, видимо, в те годы это еще было возможно, и Христа должен был играть он. Дети должны были над ним издеваться, и суп присяжных, опять же, из-за его детей, из-за его друзей, как друзей, должен был вынести приковор. Но этот мальчик так отвечал, и так он настолько объективно понимал, что не все, что вокруг ложь, дети, когда слышали его речь, они сами начинали очень многое понимать, и суд присяжных вынес оправдательный приковор. и между прочим, Татьяна Игоревна, насколько разные спектакли у нас мы видим. В одном спектакле строят коммунизм, все как бы и якобы, постоянно же у Маяковского я заметила, как бы и якобы, идет игра союзов, частиц точнее. Здесь все было без как бы и без якобы, здесь мальчик уже не играл, а он на самом деле, как в жизни защищал свои убеждения и защитил. Дети они вынесли оправдательный приковор. Это правда. Это правда. Да, это конечно удивительный пример, когда дети настроенные на то, чтобы осудить, выносят оправдательный приковор. Это конечно удивительно. И конечно же они понимали, что с ними будет за это. И тем не менее они помогают этому мальчику. Да, и действительно вот здесь разные поведения и разные судьбы. И в общем-то разные культуры, потому что это ну единичный пример, естественно. А были и другие именно как бы миры, которые существовали в это же время. Параллельно друг к другу. Это скрытая оппозиция тому, что было. Конечно, но и здесь были, а были и люди, которые верили во все это, но которые пострадали, продолжали страдать, приводили примеры детей репрессированных, которые не отказывались от родителей. Ну и конечно жизнь была. Этот внешний блестящий уклад жизни официоз так называемый был богат своими подтекстами и своим дном. Даже в Москве. И в этом смысле мне вспоминается совершенно удивительный сборник. Это вам принесло сегодня этот сборник, к которому мы уже обращались не раз. Здесь я не веду рассказ о магазине. Да. Это скрытая жизнь Москвы и свидетельство об этой скрытой жизни, оно было явлено, как ни странно, в вещах. И сегодня мы подобрали небольшой видеоряд из действительно тех вещей, которые были конфискованы. О чем я здесь говорю? Дело в том, что очень семьи разоряли, разоряли дома, разоряли квартиры. И очень многие вещи конфисковывались, а потом выставляли в магазины. И вот как раз такие вот слоники, детские игрушки, да, эти куклы, они иногда могут сказать больше, что-либо другое. документы, воспоминания не издавались. И свидетельствовали, молча свидетельствовали сами вещи. И действительно я сегодня принесла рассказ о том, как человек зашел в магазин, причем он был работником самой обыкновенной газеты, он был журналистом, он не был из семьи репрессированных, его предки не были связаны с белым движением, он просто увидел вот этот мир. И вот его свидетельство. Светлое пятно, которое мы приняли за выход, увело нас в самый отдаленный закуток магазина. Что за наваждение? Мы видим разноцветных бабочек стрекоз. Беспрестаненных трепетный шорох, не остановишь его. А что это? Что это он имеет в виду? Но стоило приблизиться, и цветастый хоровод раскрылся неожиданным страшным зрелищем. Детские платьица, невесомые, легкие, как плоскутные облака, парили над прилавком. Они не знали еще, что такое строй, беспорядки выглядывали отовсюду, как пестрые птицы зоомагазины. Обомрев восстановились. Какая-то нечеловеческая усталость не дала нам сделать и шагу дальше. Мы беспомощно склонились к прилавку. Естественно, они как взрослые люди понимали, что это были вещи, это было свидетельство о маленьких детях, которых лишили этих платьиц. И, естественно, не просто платьиц, а семьи. Разрушали семьи. И дальше вот этот журналист и с редактором «Комсомольской правды» видят игрушку. Чудесный маленький паровозик, который может ездить по рельсам. Володя, это редактор, причем это история автобиографическая, это реально был такой Володя Бубикин. Володя нагнулся над стойкой. Made in Switzerland. Дело на Швейцарии, прочитал на паровозике. Селись найти еще что-то на тендере. Может быть, он хотел увидеть нацарапанное русскими буквами имя мальчика, у которого вместе с этой игрушкой отняли папу и маму. И, конечно же, почему здесь эта фраза? Эти вещи, они свидетельствовали, они сами впитали в себя дух старой культуры, то есть той культуры, которую уже разрушали. Швейцария, Швейцария, наш паровоз вперед лети, боже мой, прошептал он. «Возьмете», щурься от цвета фар паровоза, спросила продавщица, «прекрасная игрушка». Володя медленно повернулся, посмотрел в упорную девушку, обвел глазами металлический круг, будто хотел защитить ее от этих шпал, и без всякой оглядки, забыв, где он, сказал, как бы сказал Митя Черненко, Юрию Жукову, всем своим друзьям, поверьте, девушка, этой игрушке уже никогда не быть прекрасной, никогда. И, безусловно, так оно и было, и сама судьба Володи Бубекина, она после этого случая была ужасной. Его буквально на следующий день арестовали, его ждали 10 лет в Клаге, но сам он через 3 года после этого умер. И, безусловно, это свидетельство, свидетельство вещей, оно, может быть, где-то и более яркое, чем другие слова. И как раз в вещах, в маленьких магазинчиках, в индикварных магазинах, они же и сейчас есть, да, но сейчас все это ощущается не особо остро, противопоставление такое, старого и нового. А тогда в этих маленьких магазинчиках, закуточках, маленьких переулочках, домиках, и сейчас эти, конечно, в очень редких районах, но они сохранились, деревянные дома. Вот эта скрытая жизнь, она теплилась. Конечно, а этот рассказ называется «Магазин на срединке», магазин конфискатов, то есть конфискованного имущества, его конфисковали в тех случаях, когда арестовывались семьи. и вот мне кажется, действительно, здесь очень ярко, это свидетельство того, как трагическое свидетельство, что вещи порой переживают и людей, и уклады, и культуры, и целой эпохи. И вот здесь, конечно, еще очень важно то, что в этом рассказе показывается, как люди, но совершенно нового поколения, воспитанные на идеалах советских. Люди, ни в коей мере не относящиеся к той старой культуре, которую мы показывали княгине Урусова. И ее дети, воспитанные, хоть по возрасту, они примерно на ровеснике с этим Володей по Бекинам. Это совершенно принципиальные люди другого культуры. А это нет, это люди, как раз защищающие, ну, не больше, не меньше редактор он был. комсомольской правды. Это на самом деле его товарищ, он был, да, рядовой журналист, а это была одна из ключевых фигур. И здесь, конечно, человек верящий в то, что он делает. Это не карьерист, тогда карьеристов было очень немного, они были, естественно, но очень многие верили. И вот буквально за какие-то минуты, в течение полчаса, когда он посетил магазин конфискатов, все это увидел. Человек меняется. А в начале, насколько я помню, там описываются не крошки, а взрослые вещи. Описывается одежда и форма. Ведь солдатов снимали, не солдатов, с офицеров, с командиров снимали. Высший командный состав. Снимали одежды, потому что было очень дорогое сукно, очень дорогой материал, и тоже продавали. И, естественно, продавали по уцененным ценам. Ну, и он видит строй, не просто одну, две формы высшего командного состава. Он видит строй, форм безмолвных свидетелей того, что происходило где-то на квартирах ночью, как их вывозили, как их выводили. Все это проходит перед глазами буквально за минуты этого Володя Бубикина. И он видит, как на плечах там должны быть погоны, сорваны, естественно, все вензеля, все значки. Отличия. Да. И он стоит и гадает, кому могли принадлежать эти вещи. И понимая, что, судя по сукну, это высший командный состав. Вот такой магазин конфискатов раскрывал трагическую историю времени. И Володя Бубикин, как честный человек, сразу это увидел. А рядом был парень, тоже, который зашел случайно, магазин конфискатов, который заехал туда из провинции. Он восхищался, и покупал, и мерил, и не хотел ничего видеть, и не понимать. И, в общем-то, сейчас, это уже история из нашей 2000-х год, 21-й век. Я, конечно, здесь перескочу на современность, но, тем не менее, когда мы заходим в эти аквариаты, мы очень часто можем увидеть георгиевские кресты, медали, и по сравнению с тем, что их добывали ценой жизни, сейчас они, конечно же, продаются за бесценок. Но они очень бесценны тем, что они свидетельствуют о том, что было раньше, о тех военных подвигах, о тех сражениях, и, в конце концов, просто о нервной жизни, вот, как платье, как эти игрушки. И вот здесь, конечно говоря, о том досугах, да, о время препровождения, мы об изменении всего этого, конечно, выделяем разные, совершенно разные, говорить, это разное, оно не только обусловлено двум противостоянием, но тот же Володя Бубикин, он был ведь на стороне, конечно, комсомольский вожак, он был один из тех, кто строит тот самый мир, который он верит, он становится совсем другим. И надо сказать, что юноши, девушки того времени, вот уже ушедшего XX века, они как-то многие из них и быстро возревали, а многие уже и продолжали жить вот той жизнью, которая была заложена, и которая активно формировалась новым социальным строем. Ну, вот, по сути дела, сегодня у нас заключительная передача нашей юношеской гостиной, и весь цикл пытался как-то представить для современной молодежи, для современного юношества тех людей, все-таки большей частью их поколения, которые жили в конце XIX, в XX веке. И здесь мы, возвращаясь к началу, пытались прежде всего говорить, основываясь на документах, и поэтому да, у нас и были литературные передачи, но документ и факт, он, это совершенно вещь особая, которая свидетельствует о времени. И вот поэтому юношеская мода, досуг, знакомство, это заключительная тема передачи, она ведь, по сути дела, эта тема является обобщающей, потому что такое понятие, как мода, понятие социальное. Мода это есть социокультурный стереотип поведения человека во времени. И поэтому мы мало показывали тех платьиц и собственно моду в узком смысле слова. Мы показали именно вот этот социокультурный стереотип поведения человека во времени, который формировался и который был так или иначе воспринят юными представителями поколения. И этот социокультурный стереотип поведения мы попытались, конечно, не только в этой передаче, в двух этих последних заключительных передачах обобщить, но и говорить о них более конкретно, начиная с истории царской семьи, царских детей и кончая уже практически двадцатым веком современности. Я надеюсь, что здесь конечно очень важным помимо вот этих обзорных наших циклов бесед были и особое место занимают то, что было связано с испытаниями гражданской и великой отечественной войной. И очень бы хотелось, чтобы вот эта юношеская гостиная была как-то понятна современному зрителю, современному слушателю. И надо сказать, что мы надеемся, что в скором времени приготовим еще один цикл связанный с ней. Это книга как единица культуры, книга, которая будет тоже говорить о очень многом в истории юношества и вообще в истории культуры. Всего доброго! До свидания!